Час дня на Дону Большой информационный час У микрофона Инна Панфилова, за звукорежиссерским пультом Иван Сягин Здравствуйте, расскажу, что интересного можно услышать в этом часе Итак, через несколько минут поговорим о мероприятиях, которые будут проходить в День Победы Уже на этой неделе мы отметим самый значимый в истории нашей страны праздник В Ростове области пройдут различные мероприятия К этой дате Парад Победы, Бессмертный полк Подробнее мы поговорим через несколько минут Во второй половине часа вы услышите интервью в записи о том, как работала промышленность в Ростове в годы войны О том, какую продукцию выпускали заводы и какое значение она играла в достижении Победы Мы работаем в прямом эфире, телефон 200, ровно 2519 Можете звонить и задавать свои вопросы, участвовать в диалоге Или писать сообщение на WhatsApp номер 8938-165-107 Но я представляю нашего гостя Это руководитель поискового объединения МИУСФРОНТ Координатор Бессмертного полка в Ростовской области Андрей Кудряков Здравствуйте, Андрей Добрый день и с наступающим праздником, Днем Великой Победы Вот, спасибо большое, об этом мы и поговорим сегодня Через несколько дней буквально Мы будем отмечать, как я уже сказала, самый значимый праздник в истории нашей страны И много мероприятий, посвященных этому дню И готовимся, и я знаю, что буквально сегодня Вы уже были на некоторых мероприятиях к этой дате Расскажите о нем Ну, конечно, конечно, каждый день проходят мероприятия Сегодня это было и возложение к стеле воинской славы Десять лет назад наш город, наш любимый Ростов-на-Дону Удостоился чести одним из первых городов Стать городом воинской славы А буквально выйдя после вас Я пойду подводить итог в нашу филармонию Итог замечательного конкурса «Письмо в бессмертный полк» Который делали, участвовали, создавали школьники наших ростовских школ Они писали письмо своим далеким фронтовикам Вот, это такая связь поколений Это тоже очень интересное такое событие И трогательные совершенно письма Когда устанавливается такая вот связь времен осмысления Из сегодняшнего дня Сегодняшней детворой Общение с их далекими, но такими близкими фронтовиками Участниками Великой Отечественной войны Каждый день огромное количество мероприятий Это радует, это говорит о том, что мы не забываем О нашем действительно таком вот Выдающемся, великом дне Дне Великой Победы Вот интересно, что пишут сегодня дети Они рассказывают о своей жизни Они, наверное, благодарят, да? Или же что они говорят? В основе, конечно, они пытаются понять Они пытаются понять, как жили Кем были, что думали, что чувствовали Их прапрадедушки уже, конечно, да? Прапрабабушки Их родные и близкие Они пытаются их увидеть Они пытаются стать с ними рядом Вот, вот что важно Вот, вот, вот именно не просто Какая-то фотография Выцвещая фотография в альбоме В этих письмах оживают Они оживают, их фронтовики Они наполняются какими-то Такими, пускай даже детскими Но представлениями Они становятся живыми Они продолжают жить Вот именно бессмертный полк Именно ведь об этом О том, чтобы наши фронтовики Которые не дожили до нашего Сегодняшнего дня Великой Победы Чтобы они не ушли от нас Чтобы они были по-прежнему с нами рядом И мне кажется, что такие вот акции Которые придумывают, в общем-то Сами люди Это не потому, что я или кто-то Может быть, из Москвы это выдумал Нет, это инициатива Замечательных педагогов Нашего отдела образования Которые вот выдумали эту акцию И уже она идет по всей России Не только у нас Вот давайте поговорим о мероприятии Которое уже стало традиционным Для многих любимым и важным Это бессмертный полк Уже говорят, что в этом году Он будет самым массовым И наберет 100 тысяч человек Это такое количество Уже подтвердили свое участие? Да, мы планируем Да, что это именно те люди Которые встанут в колонну А ведь для тех, кто идет в колонии Знает, что это такое Что это за акция В Ростове Огромное количество людей Ведь стоят по бокам Большой Садовой И приветствуют И у многих портреты Своих героев И если учитывать их То, конечно, может быть И больше Гораздо участников Потому что не все Идут в бессмертном полку Кто-то просто стоит На театральной площади На Большой Садовой Выходит из своего дома И просто стоит с портретом Еще очень трогательно бывает Посмотришь на балкон А там бабушка сидит С маленькой фотографией фронтовой Это тоже наш участник Наш действительно дорогой однополчанин Огромное количество и таких людей Которые просто у телевизора сидят С такими альбомами фронтовыми Это тоже наше однополчание Конечно, всех трудно Всех трудно посчитать Но можно сказать, что День Победы обретает новый смысл Мы ведь по сути Какое-то время назад Его потеряли практически Ну вот военный парад Ну салют Одно и то же Возложение может быть А потом, когда возник Бессмертный полк Возник как яркое Какое-то такое явление Мы действительно поняли Что День Победы Он будет жить Он будет развиваться Он будет становиться Все многочисленнее и многочисленнее Очень трогательно Действительно же Не каждый сможет выйти Не каждому здоровью Позволит выйти в парад Пройтись Достаточно взять фотографии дома В этот день И можно Да, вспомнить Вспомнить, конечно Хотя люди Вот все-таки Многие из последних сил Но все-таки пытаются Стать Хотя бы чуть-чуть Пройти Очень много пожилых людей И очень трогательно Что даже вот инвалиды Наши колясочники Люди безусловные Такой вот силы Огромной силы воли Да, вот несмотря на свой недуг Они приезжают Заранее приезжают И тоже становятся Вот вместе с нами В один строй До такой степени Вот очень дорого Что вот И такие вот люди Вот рядом Прямо вот Когда вот чувствуешь Их присутствие Прямо вот Становятся Наполняешься силой какой-то Которая безусловно нужна Потому что ну Очень порой Не просто Действительно Заниматься Организацией Тут очень много моментов Нужно Учесть Начиная от вопросов Безопасности Заканчивая вопросами Координации Добровольцев Которых тоже С каждым годом Все больше и больше Молодежи Которая добровольно Помогает Организовывать Бессмертный полк Наш штаб Бессмертного полка Растет Здесь все Новые Новые Люди Появляются Так что очень здорово Такая наша Общая народная акция Вот такое сообщение Пришло бы нам на ватсап Подобное я хотела задать Такой же вопрос Расскажите Закончился ли уже набор Бессмертный полк Или же нет И какой порядок есть Чтобы стать его участником Чтобы стать с фотографией Строй Да Это один из Тоже действительно Очень таких Актуальных вопросов Никакой регистрации Совершенно не требуется Вот единственное Единственное пожелание Единственное Ну требование Можно сказать Просто прийти С портретом Своего фронтовика Своего героя Своего труженика Тыла И стать Бессмертный полк Все Больше ничего Не требуется Вот просто Берите фотографию Своего Участника Великой Отечественной войны И приходите Приходите Мы вас ждем Поэтому Набор Бессмертный полк Наверное Не закончится Никогда Он всегда Он всегда идет Это уже конечно Не полк И не дивизия И даже не армия Это действительно Такое вот море Это река Действительно Народная река Такая вот Которая течет И которая пополняется Вот такими Ручейками Ведь огромное количество Еще людей Только что-то слышали Но еще очень сомневаются Задают вопросы Регистрация какая-то Нет Нет Сделайте Узнайте историю Своего фронтовика Покопайтесь В семейных архивах Найдите Выцвевшую Может быть Фотографию Сейчас По помощи Компьютерными технологиями Можно Действительно Это превратить В полноценный Интересный портрет Узнайте историю Вот И приходите Стоит отметить Что в этом году Многие МФЦ Тоже присоединились И бесплатно Давали возможность Распечатывали фотографии Помогали людям Да И даже Очень трогает Что многие И торговые сети Просто бесплатно Раздавали Вот эти вот Штендеры Чтобы туда Закрепить фотографию Которую МФЦ Как бы распечатало Очень много пожилых людей Прямо очень Благодарили Просили меня Поблагодарить Тех людей Которые бесплатно Либо распечатывают Либо изготавливают Вот такие вот Палочки С вот таким Каркасом Вот это тоже Действительно Что называется Общая такая Народная задача Каждый делает Что может Порядка 100 тысяч Человек В этом году Возможно выйдет А с чего Все начиналось Каким был Первый Бессмертный полк Первый Бессмертный полк Он буквально Был создан Накануне Дня Победы Вот Мы договорились С администрацией Ростова На Дону И Замечательные люди Которые работали В администрации На свой страх И риск Замечательные люди Из полиции Которые тоже На свой страх И риск Разрешили нам Поисковикам Попробовать Провести Вот Такую акцию И мы буквально Разрешили Они нам Первого мая И вот До девятого мая Ну по сути Неделя Даже меньше И огромная Конечно Благодарность Журналистам Ростова Которые Распространили Информацию Что Одними Вот Из первых В России Вот такая Вот акция Формируется В Ростове И буквально За Меньше Чем за неделю Мы собрали Более Пяти тысяч Человек Которые Вот здесь Вот Недалеко В Покровском Сквере Собрались Девятого мая С портретами Своих Фронтовиков И прошли По Большой Садовой Выйдя на Театральную Площадь И Став Участниками Вот такого Вот большого Военного В том числе Парада Впервые За Семьдесят Лет Да Получается Вот фронтовики Да Их Потомки Они Вышли на Театральную Площадь Это конечно Было Очень Трогательно Это было Очень Необычно И вот Тогда Шесть лет Назад Зародилась Вот эта Традиция На следующий Год Уже Было Двадцать Тысяч И так Далее Видите Уже Мы Приближаемся К цифре Сто Тысяч Вот Это Еще не Предел Потому что Общаясь В школах В школах В этом году Я Очень Много Общался С нашими Школьниками Приходил И Младшие Старшие Классы И Очень Много Вот Еще Еще Не ходят На Бессмертный Полк Вот И Очень Много Интересуется Конечно Это здорово Что Наш Бессмертный Полк Он Во многом Такой Молодежный Прямо Настоящий Яркий Молодежный Детвора Разных Возрастов С удовольствием Принимает Участие Готовит Форму Военных Лет Вот Действительно Можете Заметить Если посмотреть Фотографии Бессмертного Полка Какая Интересная Действительно У многих Форма И она Не просто Они Ее Одевают Спрашиваешь А почему Ты Вот У тебя Форма Летчика Синяя А у меня Прапородедушка Был Летчиком Он Показывает Портрет Рассказывает Я очень Люблю Общаться Вот Действительно С однополчанами И в ходе Бессмертного Полка И после Бессмертного Полка Потому что Есть площадки Где Потом До самого Вечера Иногда До самого Салюта Идет Вот Такое Живое Общение Вот Я думаю Дальше Я расскажу Вот И вот Действительно Вот Наши Дети Наши Школьники Они Очень Хорошо Знают Историю Своей Семьи И рассказывают И не просто Так одевают Вот именно Вот эту Военную Форму Для них Это тоже Огромный Символ И символ Сопричастности Вот с историей Своей семьи Своего Фронтовика Очень здорово Давайте же поговорим Обговорим Организационные Моменты Что нужно знать Тем кто будет Участвовать В этом году И для тех Кто просто хочет Посмотреть Во сколько Начало Где Как он Будет идти Полк Может быть Что-то новенькое В этом году Ждается Конечно Мы стараемся Постоянно Что-то Что-то Новенькое Вносить И это Действительно Такие Инициативы Что называется Ростовчан Которые Постоянно Что-то Хотят Придумать Вот И придумывают И наш полк Становится Ярче Интереснее С каждым Годом Вот Но Говоря Об Организационных Моментах Мы все С вами Дорогие Однополчане Встречаемся С 8 До 10 Часов Утра На площади Карла Маркса Она будет Перекрыта Вот Это действительно Большое Традиционное Место Приходите Конечно Как я уже Сказал С портретами Своих героев Но не забывайте Что там Буквально В двух шагах В парке Фрунзе Горит наш Ростовский Вечный огонь Поэтому Если вы захватите Маленький Букетик Скромный Сирене Нашей Вот Такого Символа Дня Победы И положите К вечному огню Вот Это действительно Будет Дань уважения Тем Кто Не дожил До этого Дня И С 8 До 10 Часов Мы Становимся В колонны Бессмертного Полка В 10 Начинается Военный Парад Который Потом Совершенно Незаметно Но так Вот Искренне Легко Перерастет В шествие Бессмертного Полка Так что Уже Ближе К 11 Мы с вами Будем выходить На театральную Площадь Вначале На театральную Площадь Выйдут Наши Мотоциклисты Участники Бессмертного Полка В Дань памяти Тем Нотоподразделениям Которые Сражались У нас Под Ростовом Участвовали В Сталинградской Битве Занимались Развед Операциями В тылу Врага Дальше Это тоже Особенно Интересно Ярко На площади Вслед за Мотоциклистами Появится Техника Времен Великой Отечественной Которую Мы Поисковики Обнаружили В местах Боев Под Ростовом На Меус Фронте Собрали Отреставрировали Эта техника На ходу Это и Катюша И броня Автомобили И Полуторки И вот На этих Бортах На бортах Этой техники Будут сидеть Ребята В форме Великой Отечественной Участники Военноисторических Клубов И Как бы Мы Оживляем Наших Фронтовиков Те портреты Которые Мы Понесем Вслед за Этой техникой И вслед за Техникой На площадь Выйдем Мы Конечно Я вас Очень прошу Вспомните Вспомните Песни Великой Отечественной Потому что Весь пол Поет Песни Это и Катюша И Голубой Огонек И Синий Платочек Эти все Песни Которые Вот Как один Поют Почти 100 тысяч Человек Поэтому Это действительно Это Незабываемо Это Трогательно 9 мая 45-го года Пели Эти же Песни Вот Поэтому Мы с вами Их тоже Обязательно Споем Будет Огромное Количество Музыкантов Гармонистов Отдел Культуры Нашего Города Ростова Оказал Огромную Поддержку Объединил Многие Музыкальные Творческие Народные Коллективы Которые также будут участвовать вместе с нами В шествии Бессмертного полка Помогая Нам Музыкой Ну и дальше После того Как мы пройдем По театральной площади Можно будет Остановиться На любой Из выбранных площадок Это и Покровский Сквер Вот Где будут наши Мотоциклисты На этих Мотоциклах Можно будет посидеть Особенно приятно Это для детей Для школьников Это и Сквер Первого Мая Который Подготовлен Такой вот Под Ретро Такой концерт Тоже связанный С звучанием Песен Времен Великой Отечественной Это и Сквер Возле Кинотеатра Ростов Точнее Площадка Где остановится Вот эта вот Интереснейшая Военная Техника Времен Великой Отечественной Войны Тоже Где можно Сфотографироваться Потрогать Руками И Катюшу И бронеавтомобили Вот Все это будет В вашей доступности Ну и конечно Огромное количество Других площадок И парк Горького Где тоже будут И ретроавтомобили И современная Техника Всего и не перечислить Потому что Настолько Любим В Донской Столице День Победы Но мы дальше Можем об этом Как бы поговорить И действительно Это не просто так Вот Потому что Вот очень хочется Что простовчанам Этот день Запомнился И каша Будет солдатской Солдатский чай И много еще Интереснейших Интереснейших Сюрпризов Ждет в этот день Поэтому Никаких дач Никаких поездок Оставайтесь В Ростове Вы не пожалеете Каждый город Говорит о масштабности Этой акции Как меняется Она В разговоре с вами Я понимаю Что она становится Такой более яркой Более насыщенной Да Конечно Конечно А есть ли еще Другая сторона У нее Ведь мы помним Прошлогодние Репортажи Когда в Москве После парада Находили Георгиевские ленты Лежащие На земле Плакаты Есть ли у нас В Ростове Такие случаи Или же нет Или же у нас Ну как можно бросить Плакат Своего Фронтовика Своего дедушки Прадедушки Ну как Вот это вот Можно сделать Я думаю Что это Совершенно Просто И немыслимо Да Георгиевская ленточка Это Другой Большой Вопрос Я думаю Что дальше Мы поговорим Об акции Георгиевская ленточка Которая проходит Как раз сейчас Тоже в это время Очень интересная Яркая Вот И уже много лет Которая Идет Развивается И это Совершенно Особенный Символ В Ростове Этого нет Потому что В Ростове Ну наверное Каждый метр Нашего города Он полит кровью Он особенный Он дышит Историей Поэтому Вот Наш город Совершенно Совершенно Особенный Он неравнодушный К таким моментам Он совершенно Не случайно Носит Звание Города Воинской Славы Потому что Как никакой Иной Это совершенно Героический Город Каждая Семья Ростовчан Она Ну так Или иначе Очень тесно Связана С Великой Великой Отечественной Войной Очень Очень тесно Многие Были в оккупации Многие Видели Родственники Вот Нас Да Вот Многих Видели И зверства Фашистов Которые Которые Прямо Прямо Такие Акции Проводят Как Бессмертный Полк И это Я Как Говорю Не случайно Потому что Мы Очень тесно Связаны С историей Великой Отечественной Войны Давайте поговорим О ленте Памяти Да Об акции И напомним Как же правильно Носить Георгиевскую Ленту Какие ошибки Каких нужно Ошибок Избежать Да Отличный Отличный Совершенно Отличный Вопрос Лента Памяти Георгиевская Лента Это Очень Старый Воинский Символ Символ Доблести Воинской Доблести Народной Доблести И он Очень Уважаемый Был В нашем Народе В воинской Традиции И очень Здорово Что мы Этот символ По сути С вами Возродили С одной Стороны До Революции До 1917 Года На груди Носили Георгиевские Кресты Самая Почитаемая Самая Честная Самая Такая Вот Выдающаяся Воинская Награда В Российской Армии Потом Конечно Какое-то Время Был Перерыв И потом Георгиевская Лента Появилась В 1943 Году На Ордене Славы Солдатском Ордене Очень Уважаемом Ордене И После этого По сути Она Неразрывно Связана С Великой Великой Отечественной Войной И Когда Более Десяти Уже Лет Назад Было Возрождено Ношение Георгиевской Ленты Вначале В Странах Ближнего Зарубежья Как символ Сопричастности С победой Сопричастности С народным Подвигом И Люди Наши Соотечественники За рубежом С гордостью Носили Георгиевскую Ленточку И Потом Она Пришла Прямо Вот Так Вот Стремительно Вошла В Нашу Повседневность Как символ Действительно Воинской Доблести Как символ Победы Когда мы Надеваем Мы Говорим Что Мы Мы Связаны Мы Связаны С победой Мы Связаны С подвигами Мы Связаны С памятью Наших Предков И Повязывать Ее На сумки На домашних Животных Вот В какие-то Непонятные Места Там На Может быть Там Иногда Встретишь Даже И на Не знаю На ногах Где-то Вот Было И такое И Люди Искренне Удивлялись Когда Делали Им Замечание Чтобы Не делать Замечание Нужно Рассказывать Что Это Всегда Лента Носилась На груди Носилась Особенно Бережно Это Действительно Особо Уважаемый Символ И Мы Сейчас Об этом Говорим Когда Вручаем Не Раздаем А именно Вручаем Действительно Вручаем Георгиевскую Ленточки Ленточки В эти Дни Вот И Если Да Если Вы Видите Человека У которого Ленточка Повязана Где-то Вот На Каких-то Других Частях Тела Спокойно Корректно Можно Задать Вопрос Бывает Такой И Действительно В этом Ничего Такого Нет И Главное Что Ветераны Очень Помогают Нам В этом Деле Действительно Они Очень Благодарны За ту Разъяснительную Работу Которую Мы Ведем Относительно Георгиевской Ленточки Посмотрите Внимательно Ведь Медаль За победу Над Германией Орден Славы Другие Медали Ведь Они На Георгиевской Ленточке Вот Вы же Не Можете Представить Что Орден Или Медаль Такая Почетная Висит На Каких-то Странных Частях Тела Нет Поэтому Действительно Место Георгиевской Ленточки На Груди А Вот То Что Сегодня Георгиевскую Ленту Можно Купить И Что Продают Активно По Вашему Мнению Это Хорошо Или Нет Ну Я Думаю Что В общем Лучше Конечно Георгиевскими Лентами Не Торговать Вот А Все Таки Огромное Количество Организаций В том Числе И Коммерческих Организаций Вот Мы Встречаем Очень Часто Заходишь В магазины Вот Я Ехал Как бы К вам На Заправке Встретил Да Вручают Просто Бесплатно Совершенно Да Конечно Не очень Хорошо Когда Символами Победы Торгуют Лично Мое Мнение Такое Что Все Таки Это Не Предмет Для Коммерции Давайте Поговорим Еще На Такую Тему Расскажите Что Сегодня Создание Народного Военно-исторического Мемориального Комплекса Самбикские Высоты Известно Как Продвигается Этот Проект Что Можно Там Объедать Да Проект Конечно Очень Тесно Связан И С Нашей Поисковой Деятельностью И С Деятельностью Совета Ветеранов Войны Потому Что Поисковики Ветераны Участники Боев На Дону Они Действительно Стояли У истоков И Предложили Эту Идею Создание Народного Музея Мы Собирали Собираем Деньги На Этот Музей И В общем То Он Что Называется Строится И Создается Как Оно Всегда На Руси Было По Копейке Всем Миром Но Он Идет Сейчас Вот Я Буквально Буквально Вернулся Только Оттуда Уже Идет Строительство Готовится Площадки Для Этого Музея И Как Сказал Наш Губернатор Василий Юрий Голубев В 2020 Мы Все Надеемся Что Музей Уже Будет Построен И Будет Открыт Пока Же Действительно На площадке Уже Видны Такие Подготовительные Работы Это Действительно Меня Очень Порадовало Меня Действительно Очень Порадовало Ну И Кроме Того Там Вот Как В прошлом Году Мы Сформировали Алию Героев Да Вот Она Вот Тоже Вот Развивается Не так Давно Там Захоронения Прошли Да Бойцов Красной Армии 61 Человек Был Захоронен Расскажите Об Это Да Четвертого Числа Поисковики Ростовской Области В рамках Весини Вахты Памяти Проводили С воинскими Почестями С духовными Почестями 61 Солдат Защитник Освободитель Нашей земли Это Те Люди Которые Были Найдены В Ходе Поисковых Работ На Линии Меус Фронта Под Ростовом Среди Них И Ополченцы И Ростовские Курсанты И Моряки Казаки То есть Те люди Которые В 41 Шагнули Навстречу Врагу И В 43 Освобождали Свою Землю Многих Из Этих Солдат Вот Я Работаю Вот Уже Который Год В составе Нашей Поисковой Экспедиции Меус Фронт Вот Поднимал Личный Конечно Для Меня Вот Праздник 9 Мая Он Немыслим Без Вот Вот Этого Захоронения Мы Должны Проводить В последний Путь По достоинству Тех Кого Удалось Обнаружить И тем Благодаря Которому Над нами Сейчас Мирное Небо Это было Очень Трогательное Захоронение Аллея Памяти На Самбекских Высотах С прошлого Года Мы Хороним Там Всех Кого Мы Находим Под Ростовом И На линии На рубежах Реки Меус Все Входятся Там И уже Приезжают Туда Найденные Родственники Я благодарю Вас За интересное Интервью Время Очень быстро Пролетело Я напоминаю Что у нас в гостях Был руководитель Поискового Объединения МИУСФронт Координатор Бессмертного Полка В Ростовской Области Андрей Кудряков Дали интервью О работе Предприятий Ростовской Области В годы Великой Отечественной Войны Это будет После рекламы У микрофона Была Инна Панфилова Всего вам Доброго Мы знаем Что происходит В Ростовской Области Мы там